Крошка Антошка ТВ представляет Вот железнодорожная станция. Мы должны найти поезд, который ждут на этой станции. Вот его силуэт. Посмотри внимательно, этот ли поезд ждут на станции? Нет, конечно. Пускай едет дальше. Как ты думаешь, похож? Нет, это другой поезд. А может, этот поезд ждут на станции? Грузовой вагон очень похож. Все же локомотив совсем другой. Подъезжает еще один поезд. Это локомотив с цистерной. Это не тот поезд. Так, посмотрим внимательно. Очень похож. Но это не наш поезд. Ищем дальше. А ну-ка сравни с силуэтом. Точно! Вот он, поезд, который давно ждут на станции. В этой серии будет много интересных игр и викторин. Вы уже догадались, про что? Это железнодорожные рельсы. А это поезд. Транспорт, который едет по железной дороге. Железнодорожный транспорт. Поезд — это сцепленные между собой вагоны. А для того, чтобы поезд двигался, нужен... Локомотив. Слово «локомотив» означает сдвигающий с места. Локомотив — это такой рельсовый тягач. Он очень мощный. Его работа — тянуть сцепку вагонов, которые сами двигаться не могут. А это — моторный вагон. Моторный вагон — это вагон с двигателем. Как и локомотив, он приводит в движение поезд. Отличается он от локомотива тем, что моторный вагон может еще и перевозить грузы или пассажиров. Знакомьтесь, машинист поезда. В кабине локомотива или моторного вагона находится машинист. Это водитель поезда. Именно он управляет поездом. Поезда бывают разными. Например, пассажирский поезд. Пассажирский поезд везет вагоны с пассажирами. Существуют различные виды пассажирского железнодорожного транспорта. Об этом, ребята, мы обязательно вам расскажем в следующий раз. Ну а пока мы покажем другие виды поездов. Грузовой поезд. Этот поезд везет грузовые вагоны. Ребята, вы, конечно, знаете, что грузы бывают разными. А значит, и вагоны для этих грузов тоже разные. Вот крытый грузовой вагон. В крытых вагонах груз защищен. Например, от дождя, от ветра. В них можно перевозить разные товары, животных, фрукты и овощи. Это грузовой вагон без крыши. Обычно в них перевозят сыпучие грузы. Уголь, щебень. Кстати, в полувагоны очень удобно загружать груз. Посмотрите, как быстро с загрузкой справляются эти экскаваторы. Грузовая платформа. На таких открытых платформах перевозят грузы, которым не страшна непогода. И которые можно легко установить на поверхность такой платформы. Машины, другая колесная и гусеничная техника, механизмы, грузовые контейнеры. Цистерна. Цистерна – это тоже грузовой вагон. Он закрытый. У него форма цилиндра. В таких перевозят жидкости, газы или очень мелкосыпучий груз. Ребята, сегодня мы узнали, что поезд – это железнодорожный транспорт. Узнали, зачем нужен локомотив и моторный вагон. Кто управляет поездом. А также то, что поезда бывают пассажирскими и грузовыми. Мы увидели, какими разными бывают грузовые вагоны. И узнали, для каких грузов их используют. Лыжники весь день провели в горах. Свежий воздух и крутые склоны. Они долго катались, а теперь возвращаются домой. Посмотри внимательно на эти поезда. На каком из них поедут домой лыжники? На этом поезде. Это пассажирский поезд. Все остальные – грузовые поезда. Поезд прибыл. Можно ехать. Как вы уже поняли, пассажирские поезда нужны для того, чтобы люди могли путешествовать. Поезда едут быстро и далеко. Бывают дальние поезда. Такие могут находиться в пути по нескольку дней. А есть и поезда пригородные. На них едут не очень далеко. Давай сыграем в игру для настоящих сыщиков. Секретный код. Вот едет поезд. Смотри, локомотив тянет за собой вагоны. У нас есть сцепленные вагоны. Найди тот самый локомотив, который приведет в движение поезд. И чтобы выполнить это задание, вот секретный код. Используй стрелочки и пройди путь к нужному локомотиву. Давай сверим ответы. Первая стрелочка вниз. Еще раз вниз. Стрелочка вправо. И снова вниз. Продвинемся еще на одну клеточку вправо. И еще раз вправо. Последняя стрелочка вниз. Вот этот локомотив. Локомотив — это машина. У него есть мотор. Поэтому он может самостоятельно передвигаться по рельсам. А вагоны сами двигаться не могут. Поэтому сцепку вагонов тянет локомотив. Следующая игра — настоящий тренажер для памяти. Найди пару. А ты знаешь, что память можно тренировать? Так же, как и мышцы. Специальными упражнениями. Вот несколько карточек. По две одинаковых. Посмотри внимательно. И запомни, как они расположены. А теперь покажи, где вторая такая же карточка. Вот она. Попробуем еще разок. Вспомни, где ее пара. Здесь. И еще раз. Где такая же картинка? Точно. Потренировали память, а теперь... Давай узнаем что-то интересное в игре «Верно-неверно». Знакомьтесь, это путевой обходчик. Работник железной дороги. Верно или неверно, что обходчику нужен отличный слух. Путевой обходчик или монтер пути – это такая профессия. Он осматривает и простукивает путевым молотком колеса и железнодорожные пути. И внимательно прислушивается к звону металла. Так он проверяет, все ли исправно, не надо ли что-то срочно починить. Вот зачем ему хороший слух.